Как я уже говорил ранее, церковь не может называться церковью, если это не будет полноценным собранием евреев и неевреев, которые объединены вместе в Мессии Иешуа. Итак, зачем церкви еврейский народ? Есть три довольно простые причины для этого. Первое, это наше основание. Без еврейского народа у христианской церкви нет попросту оснований. Правда в том, что вы можете быть евреем без христианства, но вы не можете быть христианином без иудаизма. Это невозможно. Слово Божие, которое вы читаете, обычаи, которые вы соблюдаете и верите, они исходят из еврейских основ вашей веры. Второе, это функция. Функция нашей веры в Иешуа в том, чтобы мы были посланниками искупления в мире. Чтобы участвовать в этой функции, мы должны понимать, в чем наша идентичность. Для этого требуется определение функции. Я не являюсь мужчиной только потому, что я поднимаю тяжести или делаю какие-то мужские дела. И моя жена не становится женщиной, потому что она рожает. Наоборот, она может рожать, потому что она женщина. Это ее определение, такое, как Бог установил. Такое же определение дал Бог мне, как мужчине. И также Бог дал определение идентичности еврейскому народу. И это, как сказано Павлом в Римлянах 11, 29, непреложное призвание быть светом для народов. Поэтому, если мы, как церковь, хотим знать нашу функцию, мы должны понимать нашу идентичность. И наша идентичность заключается в том, что мы не евреи, люди из других национальностей, других народов. И мы приобщены к судьбе Израиля, заключающейся в искупление мира. Это непреложное и осуществляется через Иешуа, Мессию Израиля. Это функциональная часть нашей веры. И, наконец, это наше будущее. Будущее веры в Иешуа. Раскрытие этой веры произойдет в Иерусалиме, когда Мессия Израиля вернется во второй раз, посядет в храме и к нему придут на поклонение. Это наше будущее. Израиль – часть нашего основания. Он – часть нашей функции как церкви, как представителей других народов. И Израиль – неотъемлемая часть нашего будущего. Мы не можем упустить эти вещи. Именно поэтому церковь нуждается в еврейском народе.